Разговаривая во второй или третий раз, я его предупредил. Я уже вижу, что он готов отступиться, но я его предупреждаю, Евгений. Никакого кровополития. Как только ты нарочно-ненарочно убьешь хоть одного человека, особенно гражданского, все, никаких с тобой переговоров не будет, и я с тобой разговаривать не буду. Он мне поклялся. У нас вот такой цели нет, и я вам кляну, что этого не будет. Переговоры шли в течение дня. Шесть или семь раундов этих переговоров. Я свою позицию высказал, больше не звонил ему. Шесть раз, по-моему, он уже на меня выходил, советовался, предлагал и прочее. И когда он мне сказал, Александр Ильич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимову, и встречи даже просить не буду. Я говорю, ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое. Я говорю, ну ты представляешь, вот я президент, ты у меня министр обороны. И какой-то, говорю, бандит, я не бандит, я говорю, ну я, к примеру, какой-то бандит требует отдать. Или, говорю, Хренина там с Гулевичем. Слушай, я это никогда не пойду. Сам погибну, но не пойду. Да, я понимаю, я понимаю. Ну раз понимаешь, давай действовать. Он говорит, вот скажите, что сейчас? Я говорю, нужно остановить колонну. То есть он пошел на то, чтобы договариваться. И последний аргумент был, когда в какой-то раз, после первых переговоров, разрешите мне собрать командиров и посоветоваться. Я говорю, конечно, конечно, ты с ними посоветуйся, чтобы потом тебя не обвинили. Где-то он вот в 11 мы разговаривали, и в пятом часу вечера он мне позвонил и говорит, Александр, я принимаю все ваши условия, но что мне делать? Останавливаемся, они начнут нас мочить. Я говорю, не начнут, я тебе гарантирую. Это я беру на себя. Когда в контакте были с руководством России, ФСБ занималось в основном этим вопросом, с Бортниковым, я просто настоятельно просил этого не делать. Ну Бортник умный человек, он сказал, я же понимаю, что может быть. Я говорю, ни в коем случае. Если они где-то остановятся, это же колонна, когда она идет, это же километры. А тут она в кучу соберется, чтобы не было, знаете, желания и искушения взять ее тут накрыть. Пообещали, это не будет. Я и сказал Пригожину, это гарантия. Что дальше? Я говорю, вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь. И гарантирую тебе полную безопасность и твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись, этой колонной. Да, я вам верю. Я верю. Хорошо, в этом направлении будем действовать. И только где-то, где-то уже к вечеру, мы подошли к окончанию переговоров, но я торопился, потому что 200 километров до Москвы. Я знал, мне Бортнику проинформировал, что там уже выстроен рубеж обороны. Было собрано все. Это Путин мне уже вечером сказал, как в годы войны. Даже курсантам, мы всех вооружили, прочее, прочее. И милицию. Милиция была в резерве, полторы тысячи. То есть они собрали прилично. И в Кремле, и возле Кремля. Это было, ну, я думаю, тысяч десять. Оборняющихся. Но не готовые воевать. И я боялся, что если вагнеровцы столкнутся с ними на этой черте, а это как раз было где-то вот под 200 километров до Москвы, прольется кровь и тогда все. Я говорю, хорошо, Бортнику этим занимается, тебе надо с ним связаться. Он не берет трубку. Я говорю, возьмет. Через 20 минут звони. Попросил Иван Станиславович, срочно, говорю, найди Бортнику, пусть мне позвонит. Он позвонил, я говорю, Александр Васильевич, обязательно возьми трубку, если тебе позвонит Пригожин. У него, конечно, внутри все клокочет, я говорю, слушай, отложи все в сторону и сделай, как мы с ним договорились. Они переговорили, он развернул колонну, и они пошли в свои лагеря.